коллеги разрешите всех поприветствовать меня зовут башаев алексей мы все здесь собрались с одной целью перед вами стоит задача перехода сапа на какую-то программу которая может заменить функциональная вот эту большую глобальную программу которой не так много конкурентов и сегодня мы хотим предложить вам один из на наш вариант достойных программных комплексов программного решения это 1s erp управление холдингом разработчик российский соответственно и значительно проще будет в обслуживание и в настройке для того чтобы оценить насколько эта программа соответствует возможностям сап я предлагаю перейти подготовленные таблицы и вместе с вами посмотреть что мы сможем получить при переходе на erp отечественного разработчика ну во первых раздел управления ресурсами предприятия и финансами которые ходят планирование ресурсов предприятия финансовое планирование бухгалтерские учеты финансовых закрытий финансовый менеджмент управление дебиторской задолженностью биллингом и выручкой во всех этих разделах erp чувствует себя достаточно комфортно и тот функционал который необходим он в принципе перекрывает практически полностью здесь вопросов нет примерно та же картина и с разделом управления расходами поставщики поиск поставщиков и заключение договоров закупки управления счетами и платежами управления поставщиками в этих разделах erp управления холдингом тоже чувствует себя уверенно здесь функционал достаточно широкий немножко иначе немножко иначе обстоят дела с разделами управления поставками с этим блоком производства в 1s erp очень широкая здесь достаточно комфортно планирование цепочек поставок тоже хорошо работает но логистика цепочек поставок этого управления транспортным цехом но здесь придется либо дорабатывать систему либо подключать дополнительные модули на сегодняшний день на российском рынке достаточно много серьезных модулей которые предназначены для бесшовной интеграции с 1s erp управление холдингом поэтому есть и чего выбрать и этот вопрос решаемый похожая ситуация с блоком управления поставками управление активами предприятия функционал закрывается а вот управление жизненным циклом продукции здесь скорее всего придется либо также доработка либо подключение дополнительного модуля переходя к возможностям программы 1s управления 1s управления 1s erp управления холдингом нам поможет вот такая картина пирамида в которой более детально описаны уровни программы и более наглядно показывает как работает из чего состоит в глобальном смысле этого слова сама программа верхний уровень стратегический уровень необходим для формирования бизнес отчетности для бизнес анализа для консолидации данных и на управление мастер данными для управления институционными проектами рисками централизованное казначейство и закупки с налогами средний уровень так называемый техник тактический уровень служит для управления всеми ресурсами предприятия финансы материальные ресурсы персонал отношения с контрагентами и нижний оперативный уровень это самый большой уровень который включает в том числе производства и с получением данных от промышленного оборудования для более детального представления подготовил еще одну картинку которая чуть расширенно показывает составные компоненты всех трех уровней как я и говорил верхний уровень мониторинг бизнес анализ достаточно широкий но сравнение с сапом наверное его может быть недостаточно но программа 1с корпорации 1с пошли по пути интеграции с внешними блоками и настроена очень хорошая интеграция бесшовная с мощной программой для бизнес анализа би-система здесь настройки достаточно простые они базы комплектации эти настройки поэтому можно всегда привлечь вот дополнительную программу бизнес интеллигентс далее к верхнему уровню относятся управление активными договорами финансовыми финансами управление централизованными закупками и инвестиционными проектами учет и отчетность по мсфо мощнейший блок управление мастер данными консолидированная отчетность средний уровень его можно кооперативному уровню отнести это казначейство управление взаимоотношениями с клиентами управление персоналом бюджетирование ну и регламентированный учет а нижний уровень как я сказал извините проскочил не только управление производством но управление закупками складское хозяйство управление производством отмечал управление затратами расчет себестоимости реализация ремонтов управление продажами то есть вы видите функционально по верхнему уровню программа ERP управление холдингом достаточно мощным достаточно функциональная вот и на наш взгляд может совершенно спокойненько быть заменой той мощной программе сад как выглядит интерфейс он достаточно дружелюбный и начальная страница на нашем экране внутри оранжевой рамки эта страница в пользовательском режиме настраиваемо можно для себя настроить и вывести здесь те блоки которые вам необходимы для работы у меня вы выведены мои задачи оповещения можно вывести любой другой блок заявки на согласование какие-то договоры еще что то что вам необходимо в работе чтобы не затрачивать время на поиск по меню для управленца для верхнего топ менеджмента довольно удобно выводить сюда отчеты в том числе и в графическом виде тоже очень удобно и наглядно левая часть внутри зеленой рамки включает основные разделы программы укропненно под каждым этим разделом провалившись с помощью кнопки мышки мы попадаем более детальное меню этого раздела к примеру выглядит примерно так я выбрал общие справочники и настройки и раздел администрирования выбрал не случайно показать как выглядит раздел администрирования и где находятся основные настройки для начала работы вот выбрал пункт меню функциональность и этот пункт меню выглядит как набор вкладок с названиями основных разделов деятельности к примеру раздел торговля если мы выберем этот раздел разворачивается перечень основных функций этого раздела и настройки заключаются в виде установок галочек по тем функциональным возможностям которые нам необходимо в работе ну либо отключения этих галочек если нам эти функциональные возможности мне понадобятся для начала настройки конечно необходимо ввести планы счетов план счетов для российского учета находится в разделе главное выглядит достаточно лаконично с левой части на имею наименование счета его номер этого счета дальше перечисление субконта это дополнительно разреза анализа и технические настройки в виде налоговый учет либо не налоговый учет активный либо пассивный валютные не валютные эти поставления галочек план счетов для международного учета выглядит очень близко к этому находится в разделе учет по мсфо и вы видите структура плана счетов очень близко я это говорю тому что в принципе настройки erp управления холдингом они безусловно сложные но не настолько чтобы хвататься за голову и бояться этого перехода все это уже давно давно отработано и есть немалый опыт об этих настройках я переключился на раздел учет мсфо и в начале сказал что очень много этот блок очень мощный и он действительно таким и является я сейчас переключусь на саму программу и покажу немножко более детально возможности этой программы переключаюсь на программу и мы посмотрим из чего состоит раздел учет по мсфо данный раздел сто процентов закрывает все необходимые требования по учету по международным стандартам и формирование всей полной отчетности как управленческой так и рекламентированной для сдачи в налоговой учет по мсфо если вы ведете самостоятельно полностью весь комплект документов здесь присутствует если отчетность формируется на основе российского учета то в программе предусмотрены все три возможности трансляции данные из разбор это прямая трансляция данных когда проводки просто из регистров и разбор переносятся в регистры мсфо эта трансформация данных когда эта трансляция проходит через промежуточный буфер в котором предостроена дополнительная обработка этих данных и трансформация и в мсфо попадают уже несколько измененные данные по специальным настройкам и параллельный учет когда данные из разбор не могут без существенных искажений попадать в мсфо и требуется параллельный учет весь комплекс документов для этого в блоке присутствует и дискомфорта никакого не будет возвращаясь обратно на программу и хочу вам показать тот блок настроек где мы настраиваем как раз правила трансляции и трансформации учет раздел учет по мсфо пункт меню трансформационной корректировки трансляции провалившись в любой из этих пунктов меню мы попадаем в перечень документов логика программы построена таким образом что все основные главные настройки формируются отдельными документами для того чтобы можно было отследить историю возникновения этого документа пообщаться с ответственным пользователем и исполнителем с тем человеком который настраивал эти права чтобы какие-то получить дополнительную информацию ну и посмотреть наглядно сами эти настройки верхней части в шапке базовые настройки в виде валюты планы счетов сценария шаблон корректировки чего-то еще а внизу это мэппинг счетов и условий и отборы здесь все это собирается вводится и естественно запоминается а вот в действие происходит просто после проведения и закрытия этого документа в любой момент мы можем обратиться к этому документу и посмотреть первоисточник почему было сделано так либо иначе очень удобно и достаточно практично как я говорил кроме раздела по мсфо программа включает и основные разделы по все остальные деятельности примеру раздел производства пунктов меню кажется немного но внутри каждого этого пункта меню достаточно широкий функционал и возможности то же самое относится в работе с расчетными счетами блок отчетности очень большой процессы согласования здесь мощности и система процессов согласования электронная мы можем посмотреть какой-нибудь маршрут маршруты настраиваются с любой сложностью здесь довольно простая горизонтальная конфигурация она может быть вертикальная разветвленная какая угодно с вложенными процессами причем глубина вложений может быть достаточно большая глубокая ни одно-два-три вложения гораздо глубже здесь никто ник и ни в чем не ограничивает довольно удобно и интересно естественно все это настраивается в пользовательском режиме большая часть настроек можно делать без привлечения программиста вернусь к нашей демонстрации мы остановились на подготовленном слайде отчетности я уже сказал что в ERP несколько инструментов которые помогают нам настраивать эти отчеты во-первых в каждом разделе есть свой набор предопределенных отчетов в базовой комплектации и вместе можно пользоваться они достаточно широкие но даже если нам этих отчетов не будет хватать есть инструментарий где мы можем в произвольный отчет формировать по потребностям бизнеса при этом выводить данные как в табличной форме так и в графической форме виды графиков их огромное количество можно выбирать горизонтальные вертикальные круговой какой угодно их очень очень много в ERP очень мощный блок настройки запросов по источникам не только к источникам внутри системы к регистрам внутри системы но можно обращаться и к внешним источникам довольно широкий перечень внешних источников и настройки не очень сложные здесь все прекрасно работает поэтому все источники данной можно получать достаточно оперативно без синхронизации данных без перекачки информации с одного компьютера в другой переходим к основному наверное разделу к дорожной карте что нужно делать и с чем вы столкнетесь вот важнейшие особенности я не стал рисовать блок схему включающую все необходимые разделы это классический переход по правилам проектного внедрения где должно быть в обязательном порядке предпроекта обследования сбор фактов этап моделирования проектирования внедрения опыта промышленной эксплуатации постпроектного обслуживания все это конечно должно быть но у нас время достаточно ограничено и здесь теория но она общепринятая вот я хочу остановиться на тех важнейших моментах этапа с которыми вы обязательно столкнетесь и которые ни в коем случае нельзя пройти мимо но либо как-то не очень ответственно к отнестись безусловно сложнейший переход его все-таки лучше доверить специалистам консультанты которые уже это делали и имеют опыт сейчас небольшая реклама наша компания в этом уже достаточно большой опыт на работал конечно мы с удовольствием вам поможем в этом но если отойти от личности а перейти опять функционалу то хочу обратить на ваше внимание что в обязательном порядке очень 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 важно сформулировать сформировать полный максимально полный перечень хозяйственных операций которые у вас используются в вашем бизнесе не только хозяйственных а и коммерческих вообще полный перечень всех операций которые вашему бизнесу присущи и для этого необходимо сформировать полный закрытый реестр перечень этих операций в виде простой таблицы примеру как в такой который подготовил в левой части перечислить все операции которые вы используете их скорее всего будет огромное количество может быть несколько сотен очень рутинная работа но совместно с консультантами ну скорее всего консультанты это будут формировать этот перечень но если это будет совместно с вашими менеджерами с менеджером заказчик конечно будет быстрее и более качественно далее к каждому перечню операций необходимо привязать документ регистратор со стороны сад и потом на этапе моделирования привязать подобный документ в новой системе необходимо для того чтобы важные операции из вашего бизнеса не просто не выпали и потом не приходилось догонять и что-то исправлять системе это необходимо делать конечно на этапе формирования фундамент основ настроек абсолютно совместная работа и здесь необходимо конечно помощь то же самое относится к анализу и формированию полного закрытого реестра аналитик реквизитов измерения тех показателей которые участвуют в управленческой отчетности но и естественно должны быть привязаны к первичным документам чуть ниже я подготовил картинку и более детально мы немножко обсудим вот как раз важность и почему это важно формировать перечень показателей перечень хозяйственных операций перечень аналитик на этапе перехода еще до перехода точнее на этапе формирования фундамента коллеги приходят вопросы мы на каком-то этапе небольшой перечень сделаем промежуточные вопросы ответим но и основные вопросы и основные ответы предлагаю провести в конце вебинара чтобы нам большие перерывы не делать не терять нить рассуждений после предпроектного анализа после подготовки вот этих важнейших реестров хозяйственных операций и аналитик после сбора вот этих вот отчетов полного полного формирования этих отчетов можно переходить к этапу моделирования этап моделирования необходим для принятия решений что делать с полученной информацией сделать привязку данных и сапок данным и функциональным возможностям новой программы и отыскать так называемые функциональные разрывы где ваши потребности ваши функциональные требования отличаются от возможности новой программы и дальше на следующих этапах эти функциональные разрывы необходимо будет разрешать тем либо иным способом в виде доработок системы в виде подключения внешних блоков либо какими-то тонкими настройками настройками в пользовательском режиме которые точно также возможно это все делается на этапах от моделирования но и дальнейшим этапом проектирования этап разработки после того как мы с вами поймем что нужно делать примем решение как нужно делать этап разработки переходят в практическая практическую плоскость где работают консультанты настройщики где работают программисты где работают аналитики приводят новую систему к тем функциональным требованиям которые вам необходимы и самое главное к полному объему всех функциональных требований ну и исполнения этих требований я особенно выделил жирным шрифтом пункт разработка обмена очень важно давайте мы более детально вместе с вами рассмотрим почему важно и в сап и в ерпи встроены достаточно мощные инструменты которые позволяют настроить практически любой обмен любую связь с внешним миром но базовых настроек для обмена данных между сап и ерпи их в программах нет они не предусмотрены поэтому разработчикам придется делать протоколы обмена и через внешний шлюз этот протокол обмена этот обмен осуществлять конечно очень важно подготовительную работу по сравнению реквизитного состава по сравнению интерфейсов по сравнению форматов и типов данных большая работа но она понятна много раз делалось и более того инструментарий и со стороны сапа и со стороны ерпи есть его достаточно просто необходимо собрать информацию и грамотно аккуратно реализовать на этом этапе как правило возникает много вопросов и давайте вот как раз тот момент когда мы в промежутке в середине нашего разговора сможем на какие-то вопросы ответить получите ответы основные вопросы собрал из статистики поэтому если у вас будут еще дополнительные вопросы конечно пишите мы в конце с вами их обсудим и так возможно ли при передаче потери информации безусловно возможно но она технически она связана только состоянием сети состоянием с качеством связи но и с качеством написания этой обработки как я сказал наш специалистов опыт большой поэтому в принципе потери информации это наверное самый минимальный риск более того любая интеграция проходит только после того как сделаны копии баз даже если в пути что-то потерялось можно всегда вернуться к исходнику и восстановить и восполнить эту информацию возможно ли при передаче потери документ но это продолжение того же обсуждения все возможно но технически это уже давно отлажено поэтому этого уже бояться не нужно как я сказал возможно ли полностью транслировать отчет да конечно возможно но вопрос нужно ли транслировать сами отчеты дело в том что и в сапе и в ERP есть свои блоки настроек есть свой принятый интерфейс и можно легко настроить все отчеты имея все необходимые исходные данные в регистрах накопления и самое главное конечно перенести эти данные они сами интерфейсы если вы позволите но и для вас это допустимо использовать возможности новые программы то настроить все эти отчеты будет гораздо быстрее не пытаясь скопировать привычные вам формы из старой программы тогда это быстро и достаточно легко если вы все-таки будете настаивать на полной копии ваших старых отчетов да это тоже можно сделать но это будет существенно дороже и существенно длиннее по времени потому что придется рисовать таблицы может быть не свойственные новой программе но это возможно возможно ли при передаче потери информацию да это я продублировалась случайно облачко когда это я уже ответил как можно перевести историю сделок два пути и его эти пути необходимо будет выбирать только после анализа ваших потребностей если у вас есть длинные договоры которые требуют частого обращения к истории тогда конечно лучше перенести непосредственно и сами документы договоры и документы которые сопровождают сделки это работа понятно много раз это уже делались делалась эта работа или как я вам уже сказал здесь придется делать анализ возможности переноса интерфейса и этих доработок и реквизитного состава старые программы и новые программы вот как раз переформатирование реквизитов и форм данных происходят вот на внешнем шлюзе протоколами обмена правила правилами обмена все это можно сделать другое дело что нужно понимать целесообразность этого как можно перенести историю операции но это продолжение история сделок как правило формируется на основе документов история операции но в моем понимании это перенос данных из регистров то есть в той хронологии которая она была и глубину этой истории необходимо будет обсуждать тоже то есть глубину переноса этих данных перенос остатков главный вопрос для начала работы здесь два момента если вы уверены в своих остатках своей программе что там все замечательно там нет ошибок там все идеально когда это можно автоматизировать но в один из erp есть специальный инструмент который так называется помощник переноса водоостатков то есть можно использовать этот инструмент и в полуручном режиме эти остатки ввести здесь тоже понятно и все давно отработано риски полной потери информации ну практически нулевые если разработчики будут выдерживать жесткие правила перед любой трансформации данные нужно копировать базу если это сделано то никакой потери информации речи быть не может возвращаясь к нашему слайду а в котором я говорил полный закрытый реестр показателей почему это так важно очень часто практически на каждом проекте сталкиваемся с этой проблемой но лично я это прям уже к сожалению нехорошая практика но это уже почти закон что в каждом проекте с этим сталкиваешься что я имею ввиду вот специально подготовил такую картинку она простая но надеюсь наглядная когда мы приходим в проект абсолютно любой перехода с сапой либо но просто новые новая программа руководители очень часто просят давайте начнем с формирования управления отчетов бюджетов нам это очень нужно и нам сказали что это быстро сделать ну да можно прийти сразу с формирования вот голубенькая такая рамка правила формирования отчетов и на основе этих правил сделать интерфейс управленческих отчетов и сформировать как правило вот этот блок может занимать 2-3-4 месяца зависимости от сложности конечно можно пойти на поводу заказчика и начать с этого но в обязательном порядке когда мы начнем формировать управленческой отчетности отчетности всплывет что мы забыли про какие-то аналитики реквизиты и или еще что-то чего-то обязательно будет не хватать этих управленческих отчетов тогда мы опомнимся побежим искать эти аналитики формировать закрытый полный перечень реестра этих аналитиков потом вспомню что эти аналитики должны быть привязаны к первичным документам здесь вот внизу мы привяжем дополнительные аналитики заявкам платежным поручением договором еще к чему-то вот тому скупу которые будут участвовать в вашем бизнесе и нам придется ждать налоговый период чтобы фактически данные накопились уже с новыми доработанными аналитиками либо до обогащать прошлый период что довольно затруднительно все это можно сделать но это потеря времени и дополнительная работа то есть потеря денег поэтому все таки сначала лучше обратиться к фундаменту собрать весь перечень аналитик их привязать к первичным документам и потом пусть они спокойненько накапливаются менеджеры формируют фактически данные а мы это время вернемся к управленческим отчетам и с вами все сформируем и к тому моменту когда у нас будут готовы интерфейсы у нас уже будет подготовлена и фактическая база фактические данные со всеми необходимыми аналитиками мы сразу же с первого раза с одного толчка запустим управленческой отчетности поэтому все время настаиваю покажите мне перечень аналитик либо дайте сформировать перечень аналитик на предприятом обследование что очень очень важно очень частый вопрос но он очевидно он понятный вас интересуют сроки как можно быстро как быстро можно запустить этот процесс и сколько он по времени и в денежном выражении в денежном выражении сказать не смогу практически невозможно без понимания объемов работ поэтому даже не буду вас вводить заблуждение это можно будет сказать после проведения предпроектного анализа это сразу же покажет объем работ объем необходимых трудозатрат а если мы еще проведем и моделирование тогда сразу же мы определим и объем доработок необходимых потому что на этапе моделирования мы отработаем с вами функциональные разрывы вот эти два этапа покажут полностью необходимые средства для перехода и возможны пока прогнозные конечно но тем не менее более-менее точные сроки исполнения этого проекта этого перехода но если исходить из некой среднестатистической отчетности вот опыта статистического то уже понимание есть переход длится ну минимум от года при этом если стороны со стороны заказчиков будет полная поддержка и максимальное участие мы всегда предлагаем один из трех вариантов внедрения перехода первый вариант когда мы делаем все что вы нам говорите просто исполняем ваши пожелания крайне нежелательного вариант на мой взгляд потому что вы еще не знаете новую систему и как правило перекладываете ваш опыт с чем вы работаете с попыткой переложить его на новую систему не очень хорошо работает нужно не всегда перекладывается много функциональных разрывов второй вариант это кабине комбинированное внедрение когда мы с вами работаем рука об руку вот максимально комфортно максимально удобный вариант и максимальным качеством и третий вариант это когда вы говорите наш у нас нет ресурса к сожалению наших сотрудников отвлекаться от текущей работы мы заключаем с вами работы договор под сдачу работ под ключ мы не участвуем вы делаете все самостоятельно тоже не очень хороший вариант потому что мы можем расходиться в понимании что вам нужно и в результате вы будете ждать одно а получится совсем другое но этот вариант тоже возможен поэтому самый быстрый вариант тут на мой взгляд это средний вариант комбинированное внедрение ну и самые качественные вот исходя из этого варианта получаются примерно следующие сроки первая строка параллельная работа в старой системе сразу на первом месте поставил и хочу особенно обратить внимание что вот тот ресурс о котором я говорил его придется изыскивать параллельная работа в старой системе и никто не отменял пока не запустится новая но и отвлекать внимание ваших сотрудников на новую систему тоже придется потому что нужно давать разъяснения и каким-то образом вам безусловно придется организовывать эту работу и нагрузка на сотрудников но ложится двойная очень очень большая каким-то образом находить варианты стимулирования работы ваших сотрудников по параллельным двум проектам естественно этот этап он от начала до конца вот у меня девятьсот четырнадцать дней около трех лет это большой срок но я имею ввиду большое предприятие большой проект его можно сократить как сократить мы чуть дальше с вами обсудим я смогу предложить вариант это про это обследование в среднем занимает от двух до четырех месяцев я поставил три месяца это более-менее статистическая такая величина сбор функциональных требований это часть предприятия обследования вот поэтому их можно немножко запараллелить вот и на этом сократить время обследование бизнес процессов не все идут на это на этот этап часто заказчики предлагают уже свои регламентные документы регламентирующие эту деятельность в принципе если мы смотрим что они достаточно полное мы можем взять его в разработку но не очень хороший вариант потому что на этапах обследования бизнес-процессов мы из опыта уже многие вещи понимаем что их лучше исправить потому что это все равно придется делать из возможности программы и каким-то образом исправлять ваши бизнес-процессы администрировать эти бизнес-процессы анализ управления управленческой отчетности учетной политики очень важный этап очень такой трудоемкий он необходим как раз вот для полного и закрытого перечня операций и привязки этих операций к первичным документам если мы это совместно с вашими менеджерами будем делать то два месяца достаточно если придется нашим сотрудникам самостоятельно но это может удлиниться существенно моделирование определяем функциональных разрывов проектирование реализация в среднем тоже те же два-четыре месяца единственное проектирование может четыре-шесть месяцев если придется много доработок системы делать если придется делать доработку кода поэтому здесь пока непредсказуемо из опыта то есть от четырех до шести месяцев внедрение трансляция данных опыт промышленной эксплуатации в среднем два-три месяца идет после проектного сопровождения но мы предлагаем от трех месяцев до полугода в зависимости от сложности проекта в зависимости от подготовки не ваших менеджеров ваших сотрудников если вы чувствуете что все-таки рядышком должен быть человек да мы готовы удлинять этот процесс более более того как правило на начальном этапе после проектного сопровождения наши сотрудники находятся на предприятии но через месяц через два в этом необходимость отпадает и мы просто договариваемся на какое-то время на какие-то дни и наши сотрудники в дежурном режиме находясь у себя на рабочих местах ждут связи с вашими менеджерами для ответа на вопросы примерно то же самое я отобразил вот на диаграмме ганта для того чтобы показать какие этапы какие участки можно запараллелить вот этап обследования сбор функциональных требований обследование бизнес процессов если мы здесь привлекаем чуть больше сотрудников то конечно эти блоки можно сдвигать влево и в какой-то степени параллели но к сожалению это в какой-то степени удорожает проект нужно придется привлекать больше менеджеров если два-три месяца для вас допустимо тогда это один два человека делает качественно хорошо и без любое ускорение может привести к ошибкам просто далее можно сокращать и запараллеливать работу этого этапа внедрения если внедрение относится к пользовательским настройкам то его существенно можно сводить влево до этапа окончания моделирования и вот проектируя реализации внедрения их в большой степени можно запараллелить как я говорил особенно если те настройки те настройки которые относятся без только пользовательским возможностям программы без доработки кода здесь все прекрасно работает трансляция данных в новую учетную систему но невозможно без доработок и без подготовки системы поэтому здесь влево сдвигать не рекомендуем все-таки необходимо дождаться полной подготовки этой системы но опыта промышленной эксплуатации после проектного сопровождения безусловно не запараллелишь это идет друг за другом и того есть и запараллели то что можно запараллелить то вполне возможно сдвинуть влево сократить срок до полугода это реальность больше но в зависимости от проекта вопрос критерий успешности проекта как проверить насколько проект удался и насколько заказчик то есть вы получили те результаты которые вам необходимы ответ довольно простой параллельную работу проекта желательно довести до окончания какого-то налогового периода лучших года и естественно к окончанию года уже закончить и после проекта сопровождения то есть это абсолютно стопроцентно параллельная работа двух систем и в конце отчетного периода просто сравнить отчетные документы по закрытию года если не совпадают ура проект свершился если не совпадают искать причину искать степени этого несовпадения безусловно окончание года ждать не нужно на промежуточных этапах мы всегда проверяем совпадение данных с помощью оборота сады ликвидности поэтому это тоже нужно делать и пренебрегать этим нельзя ни в коем случае за и против аргументы выбора программы 1s erp сложно и бессмысленно оспаривать что сап это мощнейшая программа с очень большими возможностями и всем очевидно что возможности функциональной возможности сап все-таки более широкие по сравнению с erp и сап имеет более мощный блок аналитических отчетов и анализа вот в erp это чуть хуже но как я сказал это функциональные возможности повышаются и достигают привлечением дополнительных внешних модулей которые уже давно преднастроены и они всенхронно хорошо работают это биосистемы которые с erp хорошо дружат их уже давно с дружили и возможности erp плюс биосистемы дают очень широкие возможности хватит их или нет для вас можно будет сказать только после обследования и вот составление функциональных отрывов но зато за в плюс за 1s erp при управлении холдинг говорит то что это отечественный разработчик соответственно вы не будете зависеть от внешнего разработчика и от каких-то политических ситуаций к сожалению в текущий момент огромное количество действительно хороших специалистов по этому программу они находятся в россии они близко и выбор достаточно большой 1s erp и концерн 1 1с очень хорошо следит за обновлением программы как правило они выходят очень быстро после изменения первичных документов либо законодательства и отчетной отчетной документации здесь все очень оперативно гораздо более быстрее и надежнее чем в сапе но безусловно стоимость на вопрос более выгодная стоимость обслуживания и внедрения и достаточно конкурентов функциональной возможности как я сказал опять же если этих функциональных возможностей будет недостаточно то мы всегда сможем привлечь дополнительные блоки по тому либо иному направлению коллеги все что хотел сказать основное довел уже много вопросов приходит пока не увидел андрей уже с нами алексей я здесь коллеги здравствуйте значит ну я не вклинился во время разговора наверное сейчас если алексей не против только за я с радостью что так сказать добавлю кое-что поясню значит вот смотрите из того что сейчас прозвучало самое главное что хотели до вас донести если вы ожидаете что там можно посоветовать какую-то волшебную утилиту которая вас автоматически переведет с сапа на 1с ну вы такой утилита нету и логика сапа и логика 1с она отличается зачастую достаточно серьезно то есть надо быть готовым к тому что если речь идет именно о переходе а не о выборе это действительно может оказаться очень серьезным проектом возможно даже и проектом достаточно масштабно значит не обязательно это должно выглядеть вот в той технологии которые сейчас достаточно полно описал алексей а вот то есть если у вас никаких особых отклонений нет ну да это и будет намного быстрее если вы изначально настроены на то чтобы использовать только типовой функционал 1с рп ну да это явно будет не два года вот другой вопрос конечно если вы спокойно укладывались в типовые возможности 1с рп что вы делали в сапе ну это наверное не совсем мое дело вот значит что вы действительно вот ощутимо можете приобрести и что вы ощутимо можете потерять при вот этом переходе значит вы безусловно приобретете какой-то более дружественную среду по отношению к российскому регламентированному учету и российской отчетности ну вот я вижу что вы уже это и сами на самом деле отметили значит и тогда вот значит правильно вы говорите что в минусы можно записать то что они ушли с рынка рф ну как бы мы все-таки старались рассматривать вопросы больше технологические нежели чем там связаны с с какими-то политическими решениями ну да это действительно так вроде там говорили что оставили поддержку не знаю во что это в итоге выльется значит что касается того что вы можете потерять при переходе от сапок 1с значит понимаете дело в чем 1с она является достаточно открытой системой она очень лояльна к разного рода доработкам и к возможности дописки если сап ну так по моему ощущению это больше вопрос настроить и правильного использования существующих механизмов в 1с вы какой-то там документооборот можете совершенно спокойно собрать с нуля собственно говоря вот вы упомянули до тора я так понимаю что имеется ввиду то что у нас там называется таир ну я в одном из проектов как раз и занимался практически полный создание полного вот этого модуля таир практически с нуля то есть это вполне подъемная совершенно нормальная задача которая программистам разработчиков в один а спокойно решается вот но в 1с отличие от сапа в меньшей степени а представлена вот это вот внутренняя какая-то бизнес-логика то есть все таки 1с она в исходном своем сказать прирожденном качестве это все таки учетная система а не система управления ресурсами как бы она до нее потихонечку дорастает но многие вещи в нее приходится при внедрении привносить отсюда конечно какие-то сроки появляются по поводу недовольства сроками ну да наверное это есть но я сразу хочу вам сказать что чем лучше вы представляете себе бизнес-процессы и чем лучше вы представляете себе то что вы хотите получить тем проще будет втистывать все вот это вот в 1с достаточно большие сроки по моему опыту появляются там где у пользователей пожелания какие-то достаточно абстрактные но представление такого связанного бизнес-процессах нету если у вас есть какие-то четко прописанные бизнес-процессы то здесь вот такого жуткого времени на обследование конечно будет по поводу блока таир значит вот смотрите мы когда рассматриваем вот 1с рп 1с рп уха мы не должны забывать что это не локальные что это только такая вот базовая базовая структура которая включает максимально типовой персонал здесь тоже есть отличие от сапа у сапа есть какое-то единое ядро на которое завязывается какие-то дополнительные возможности которые вам потребуются в 1с вы просто ставите какой-то аддон которых очень много которые имеют отраслевую локализацию или вот локализацию по тематическую в том числе есть очень мощная программа 1с таир в которой не знаю из того что вот я помню что там нету там нет управления техническим обслуживанием по рискам пожалуй все остальное я там находил вот хотя я бы не сказал что в 1с рп уж совсем без зубы вот этот блок технического обслуживания и там стандартно уж там по наработки по инциденту все это вполне нормально настраивается так согласен вот вы пишете 1с таир возможно хватит функционала 1с таир это действительно очень такая накрученная система там много чего предусмотрели блок тура да это я сказал если компанию до евгений полин я совершенно с вами согласен если у вас есть обследование бизнес-процессов то да это естественно будет использоваться как же обязательно это очень поможет другое дело что вы поймите моделирование которым вот сейчас говорил алексей имеет виду не столько проверку самих бизнес-процессов сколько взаимодействия с пользователями то есть вот ключевым пользователям показывают реальные рабочие места с ключевыми пользователями вместе проходят все вот эти вот действия которые они там будут делать и отключил их пользователей там принимаются какие-то корректировки вплоть до того что там вот это вот но мне нужно тут еще кнопка которая выводила бы вот такой отчет это совершенно реально требование которого кстати в проекте стаер было так баба 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 значит евгений смотрите вот последние два года на переход нет такого времени ну я еще раз говорю существуют разные технологии значит если там все достаточно простенько у вас и вы типовую вы заранее значит делайте какую-то ставку на типовое внедрение то есть вы там заранее говорите но мы ничего серьезного там дописывать не будем там где-то там печатные формы доработаем где-то отчеты подвиньте естественно это не это не два года то есть ну и rp понятно там не до это не недели но это там несколько месяцев типовое внедрение rp с нуля вот насколько я помню последний проект который такой у меня был он занял с учетом того что да краска вид стартанул что-то в районе полугода а вот это там скажем ну не все гладко было с участием пользователя то есть это все можно сделать вот если вы ориентируетесь на типовой вариант это все можно сделать достаточно быстро существует технология поэтапного внедрения то есть то что называется скрамом это тоже здесь реализовано то есть возможно как-то организовать поблочный переход а вот если там речь идет о том что надо что-то сделать с нуля причем речь идет не только там об 1s и rp как таковое вы еще хотите управление холдингом еще документооборот еще таира еще какие-то моменты связанные с отраслевкой ну да это будет больше и евгений на оба евгения наверное я согласен с этим действительно различаются но тут уже вопрос к тому насколько адекватно у вас аналитики сработали при описании в любом случае там bp конечно может быть розовым пони но если он есть и худо-бедно работоспособенно соблюдается у вас хотя будет какое-то основание для старта коллеги разрешите я еще добавлю слова андрея уже было сказано что есть возможность существенно сокращать проект и чем больше вы будете участвовать принимать в этом участие тем быстрее можно сделать мы ни в коем случае не заинтересованы в растягивании соответственно все документы которые у вас есть подготовлены все ваши регламенты как андрей рассказал мы конечно с радостью будем принимать и использовать в своей работе что безусловно сократит этот срок внедрения коллеги если есть вопросы задавайте реализованы ли в системе блокировки документов довольно много возможностей блокировок довольно серьезная система контроля лимитов расходом блокировки платежных поручений в платежном календаре много вариантов да что то есть что конкретно вам необходимо ну наверное будет известно после обследования но в принципе даром такие системы есть если речь идет о том что два пользователя не могут редактировать один документ ну да так и будет будет приходить соответствующие уведомления по тестированию опытно-промышленная эксплуатация опытом промышленной эксплуатации на самом деле это и есть вот это самое тестирование иногда она начинается на предыдущих этапах вообще общая технология внедрения она предполагает что скажем так мы как внедренцы от вас как стейхолдеров вообще отлипать не должны то есть то что мы делаем то что пытаемся там реализовать это все должно быть у вас в руках вы должны это смотреть там говорить нравится не нравится будем не будем и кстати говоря проблема во многом состоит в том что потенциальные пользователи и алексей говорил об этом что потенциальные пользователи они не очень стремятся к сотрудничеству в процессе внедрения их можно понять для них это скажем так какая-то барская приехать на которую тратится их рабочее время и если их соответствующим образом не замотивировали ну да будут проблемы что касается производительность и но тысячи пользователей тысячи пользователей сложно сказать но да я согласен с тем что вопрос производительности встает сапи сап в этом плане но во всяком случае по отзывам это более мощная вещь в этом плане но вообще говоря значит вот буквально последние годы 1с делала определенный сажог связанные с внедрением технологии корп которая вот как раз ориентирована на работу с большими объемами данных на работу многопользовательскую а вот и который включает себя определенные инструменты которые позволяют вот решать вопрос производительности мне сложно вот полный ответ на этот вопрос дать потому что эксплуата но эксплуататор это несколько отдельная специальность я им специалистом по технической настройке не являюсь поэтому я бы не вряд ли смогу вам на это ответить вот именно связано с нагрузочным тестированием так так у 1с до используется оракал значит сейчас буквально один момент по форматам алексея перехватить пожалуйста сейчас общение по форматам я тогда создам более полный ответ следующие вопросы внимательно перечитываю сколько законченных проектов по переходу сап на 1с у нас порядка 20 проектов если я не искажаю сильно информацию из них больших ну наверно порядка 10 больших это триллионы обороты и срок который у нас занимал более двух лет они есть самые серьезные самые успешные у нас на сайте кадролайне есть ссылки там можно посмотреть вот это пока не исчисляется большими десятками и сотнями к сожалению в общем то процесс перехода только начинается такой глобальный процесс перехода значит давайте отвечу значит стандартные субд которые используются 1с это оракал это ibm правильно да все верно мс андрей позволите вот отвечу на вопрос по обмену через xml форматы один с этим легко справляется большие вопросы встают даже не к 1с а к возможностям ваших серверов ваших шлюзов вот это вот гораздо больше потребности чем больше мощнее сервер тем легче это все будет был вопрос по скорости я с вашего разрешения из своей практики добавлю если у вас расширена сеть филиалов и удаленных рабочих мест расширена сеть распределенных баз данных и вам необходимо делать консолидацию данных вот на этапе консолидации отчетности на этапе консолидации данных да это будет может занимать часы как правило регламентом операции в ночь это все запускается и консолидация больших отчетов из сети филиалов ну где-то от двух-трех десятков это может занять но от двух часов до тире там восьми часов но если это делать регламент операции ночью то проблем особых нет для бизнеса незаметно происходит и как раз вот коснулись я упустил момент в блоке мсфо в управление холдингом в разделе управление холдингом реализован очень серьезный и очень такой сильный блок консолидации данных если у вас группа компании если у вас некий холдинг здесь включено полностью сто процентов с элиминации данных с суммирование в общем все как должно быть ну естественно формируется сводная консолидированная оборотно-сальдовая ведомость на основе которой делаются и консолидированные отчеты в программе все хорошо налажены в этом плане ну что ж вопросов вроде больше не поступает коллеги большое спасибо всем участникам большое спасибо за вопросы мы готовы отвечать на возникающие у вас вопросы поэтому пишите на сайте в наш чат мы будем стараться отрабатывать эти вопросы и конечно всех ждем с надеждой что у нас получится это дальнейшее продолжение нашей работы совместной всем большое спасибо всем до свидания спасибо